Я говорю, так у меня у меня шарики. А как я не будь 29, а на улице 33? Зачем снимаешь? Все, завязаю ютуб. Ну тот магазин, вы уже знаете, а сразу пока будет. Вот это работа, я понимаю. Ничего нет. Ничего. Вот, образцовое. Доброе утро всем. Сегодня у нас новый день, опять. Дни меняются, просто вот так. Короче, время опять утра, я здесь. Я только выехал, так вот, когда 2.15 было. И это самое. Ну, короче, может, сейчас дожди. Короче, еду я на четыре-два магазина. Сетимол и первый магазин будет у меня сотый. Сотый на Боготырском. Магазин дебильный, приемка маленькая. Не, магазин нормальный, там СПА раньше был. Там сейчас, ну, место раскатанное. Как бы у них подставки большие, а места мало. Приемка очень маленькая. Почти как на Грибоедово. Там вот про Грибоедово я рассказывал. Вот там. Посмотрите. Это тоже. У них там, правда, у РОЛОГ должна быть подставка. Но она, как правило, либо частично в РОЛОГ, либо в этих ПАКЛЕДАХ. Когда в РОЛОГ, они хотя бы по коридору вытаскивают в зал. У них магазин ночью не работает. И они, когда в зал туда вытаскивают, могут здесь что-то перебирать и разобрать. Потом у РОЛОГ обратно на КАКЛЕДАХ. Ну, убирают там, что-то приходится там. А так у них как бы эти ПАЛЕТы, все. Там здесь как-то не перебрать ничего. Вот я не знаю, у меня там получается 5 ПАЛЕТ, 2 АЛКАШКИ. И три там АТРМОБОКСа один. И два ПАЛЕТа ХЛОВТ, и что-то еще. Посмотрим. Еду, не знаю, 5 часов. Вторая фотка у меня на 10. 10-15. Будет Суворов. Ну, тот магазин вы уже знаете. А то раз покажу. Вот. Ну, вот один магазин будет. Но мне надо потом приехать сегодня. Будний день. Кровки будут, скорее всего. Жарко. Обещают 3-4 градуса сегодня. Пока не знаю. 23 было ночью я выезжал. Посмотрим, что будет. Так, смотрите, подписывайтесь, лайки, комментарии и колокольчик. Все, пока. Поехали. Поехали. Людей кормить. Так, ну, приехал я в магазин сотый. Ничего-то не поменялось, что-ли здесь не было. Места мало. Боксер стоят, говорят. Ролл полно. Вот у них все время, ну, почему-то много. Ну, с местом более-менее. Сейчас пару палет приберем здесь. Палеты подвинешь, да? Угу. Понял. Ну, вот. Места мало. У меня опять палет. Минут 30-35 назад здесь ехал. Движения вообще не было. А сейчас, смотрите, все, народ поехал на работу. Сотый я сдал пять палет. Хорошо там парень принимал, как бы он помогает принимать, ну, приемщик там. И место практически было там субордено. Там два палета прибрали, подвинули. И там тару пустую вытащили на улицу. Роллы там, какие-то решки. И вот до полчаса мы с вами скидали. До этого магазина полчаса нормально. Я даже не ожидал, что так быстро получится. Ну, а я сейчас сидим, мол, и потом на базу. У меня загрузка на 10. Время-то много, но, блин, сейчас пробки начинаются. Не знаю, может, по платной поеду посмотрим. И жара начинается, уже жарко. Хотя время еще вон 7 минут. Пошел за документами. И водила говорит, ни хера ты поспал. Не знаю, видно, нет. Ноги в кружочек. Я говорю, да у меня вон эти шарики. Я так двери подкрывал. Ух, жарища. Но сегодня хоть ветер небольшой есть. Много как люди отдыхают у нас. Жарища, 30 градусов на улице. Все, едем мы на Суворов. Один магазин у меня. Машина закрыт. Закрыт у вас совсем. Сейчас поеду на станцию. Пускай ищут где-то. Провод, как я понимаю, где-то. Касается где-то что-то. И подкнись. Газдуешь резко. Тормозишь резко. Гавкает, и гавкает. 30 градусов на улице. Все, один магазин. Еду, сейчас сдаю. И все нагрузили, в принципе, как нормально. На 10-15 загрузка. 10-15 минут. У 12 я выезжаю. Все, где-то все ровно. Ну, посмотрим. Что, где-то налево поворачиваю или резко газуя. Она начинает плакать. Чуть-чуть было. Сейчас я ход с той ходки, с предыдущей. И прямо она часто-часто где-то провод, не знаю. Я так думаю, касается где-то. Кратить на массу. Вот она пищит. Тут зумер стоит, оказывается. Я не знал никогда. Ну, разберемся. Так, у нас новая загрузка сегодня. Время 12-10. Эта у меня загрузка была на 4-15 утра. Один магазин грибоедов. Вот так вот он выглядит загрузка. Вот время контрольное окончание загрузки 5-58. Вот время вытащи задания 10-03. 12-10. А выехал с портала. 29 градусов была температура. А как ей не быть 29-ка, а на улице 33? Вот так вот. У меня вторая ходка на 11. 12-10. У меня вторая ходка на 11-15. Точнее. Вот так сегодня загрузка у нас происходит. Супер, супер. Зато удобнее, да, никому не мешает. Да. 4-900, все радостно. И зачем снимаешь? Все, завязаю тубы. А что, он недавно пришел посмотреть, да? Почему? Дима, он еще улыбается. Он давно уже в Ютубе, блин. Он пофиг. Он ходит, всем показывайте, посмотрите. Я звезда. Приехал в магазин, выгружаюсь. Смотрите, ребят, что. Вот это работа, я понимаю. Ужас. Просто ужас. И он сейчас сверху так садился туда. За веревку держится, но это свою, редкую, как она называется. А там высота-то приличная. Ну, а я решила поехать, что Петропавловка. А это вот артиллерийский музей. Здесь был самый любимый. Так, всякое оружие. Прикольно. Сто раз здесь было, наверное. Сто раз здесь было. Да, город оживает, просыпается. Машинки старые появляться. Тут не было машин вообще. Хочу снять образцовую приемку. Вот как должна приемка быть, когда база приезжает. Смотрите. Ничего нету. Ничего. Вот, образцовая. Ты вчера так убирался? Я. Красавчик. Молодец. Дайте я лицо покажу, чтобы все видели. Частота тоже. Частота, конечно. Не на улице тары, ничего. Никаких тележных, блин. Вот, просто песня. Вот так приезжаешь, даже настроение поднимается, что тебя ждут. Да. А в других магазинах приезжаешь. Я на перине 50 минут взял, пока убрали. 4 палеты вчера. А вон принятый товар, только не убранный. 50 минут убирали. Оно мне надо 50 минут взял. Да нет. И вот что меня ждет на Левашовском. Приехала я на Левашовский после монеты. Вот, смотри, где. Говорят, нет игрушек. Вот так. У меня тут два палета. Один ваша опасный. Один что? Опасный, говорю, палет. Не, нормально. Что, вы тоже снимаете без себя, да? Вот это ваша? А этот вещь какой-то стоит отдельный. А, это, YouTube. Хочешь YouTube? Давай тебя снимем. Да нет, я не знаю. Газы. А что, боишься? Да. Довели людей в магазине. Не успел привезти одежду, уже примерку устроили. Смотри-ка. Красавчик, бля. Все. Как раз свет этого шнурка, все дела, короче. Ну, дай-то ребятам, что они сейчас поработают, тоже дай им подновь. Приехал на Кременчуцкую, стали выгружать. Тут палеты были, боксы. И вот ролл, смотрите. Под самый потолок. Как его прокачать? Сюда приехал, 14 грамм штраф. Однозначно. Три часа грузили. Машину перегружал, загрузили ее на правую сторону. Даже подрессовник у меня на резинку не лег. Новые подрессовники даже не достали. Подъехал обратно к порталу, говорю, перегружать я так не повезу. Кременчугская. Подъехать опять негде. Такая история здесь. Жесть.